Вести Дагестан Магомедали Камильевич – уроженец в села Хлют Рутульского района. Ибрагим Паша Садыков – Герой России. Указ подписал Владимир Путин. Ветеран, который совсем недавно отметил свое столетие, удостоен этого звания за мужество и героизм, проявленные в годы Великой Отечественной войны. Ибрагим Паша Султанович – один из тех, кто своими подвигами мотивирует сегодняшних защитников. А еще это очень жизнерадостный, отзывчивый и интересный человек, с которым я имею честь быть знакомым лично. Написал в своем телеграм-канале Сергей Меликов. Талантливым педагогам, врачам, инженерам, деятелям культуры, представителям рабочих профессий вручили государственные награды. Церемония, которую провел Абдулмуслим Абдулмуслимов, прошедшая в Доме Дружбы, по традиции началась с гимна в России и Дагестана. С подробностями Наталья Алипулатова. Ставшая уже традиционной церемонией награждения трудящихся на благо республики и страны в целом, символично проходит в Белом зале Дома Дружбы. Здесь собрались отличившиеся не только в профессиональной деятельности дагестанцы, но и те, кто ценой своей жизни проявил мужество и отвагу в экстремальной ситуации, спасая людей. Указом президента России, медалью за отвагу и смелость награжден Юсуп Долгатов. В 2021 году он спас из горящего дома женщину с тремя детьми и при этом сам получил сильнейшие ожоги. И вот спустя время награда нашла своего героя. На самом деле награду завоевать заслуги бывает очень тяжело и тем более мы не самое простое время переживаем, мы не самое простое время работаем. Но вы в своей работе каждодневно, ежедневно показали, что вы люди государственные, вы переживаете за нашу малую родину, вы переживаете за большую родину. И вам особая благодарность. И еще раз хочу поздравить вас со всеми праздниками и с праздником весны и, конечно, самым дорогим и значимым для нас праздником Днем Победы. А госнаградам, медалям, орденам и званиям представлен 41 отличившихся жителей республики. Это представители рабочих профессий, сферы здравоохранения, искусства, педагоги, спортсмены и наставники, строители и экономисты. Среди них врач Махачкалинского родильного дома номер 2, акушерка с 40-летним стажем, Рукижат Гопарова. Я работаю около 40 лет. Я очень благодарна судьбе, что я работаю в этой специальности. Это мое. Спасибо вам большое. Единственное желаю всем. Самое главное – здоровье, благополучие семье и работе, конечно. Самое главное – все нам здесь лучше востребованности в вашей работе и в нашей работе. Орденом за заслуги перед Республикой Дагестан за достигнутые успехи и добросовестную работу награжден руководитель издательского дома Дагестана Умар Асман Агаджиев. Медалью имени Амитхана Султана за вклад в патриотическое воспитание молодежи награждена педагога из Казбековского района Азубайшат Агаджиева. Еще ряд дагестанцев получили благодарность от главы и правительства республики. Программа развития для участников специальной военной операции «Время героев» реализуется по поручению Владимира Путина. Ее цель – подготовить компетентных руководителей из числа тех, кто сегодня составляет элиту страны. В числе участников проекта – дагестанцы, участники СВО, в том числе Герои России – Тимирлан Абуталимов. О задачах масштабного кадрового проекта и перспективах, которые открываются для проявивших себя бойцов – Виктория Кубаева. За плечами нашего земляка – Героя России Тимирлана Абуталимова – юридическое образование, опыт следовательской работы и около двух лет в горячей точке. В зоне СВО, куда Тимирлан отправился добровольцем в сентябре 22-го, «Золотая звезда» и нашла своего героя. Сегодня он командир штурмовой роты, заместитель командира батальона. Но расти по карьерной лестнице гвардии старший лейтенант намерен не только в военной службе. Потому и принял решение участвовать в федеральном проекте «Время героев» на выявление управленческого потенциала. Для меня это самосовершенствование и желание принести пользу своей малой родине, так и всей стране в целом. Действительно, те бойцы, которые сейчас отстаивают интересы нашей страны, здесь, на территории специальной военной операции, они показали свою верность и преданность Отечеству. Будущее страны можно и нужно доверить защитникам, закаленным в огне. Свою позицию по этому поводу президент страны озвучил в послании Федеральному собранию и сообщил о запуске с начала марта кадровой программы «Время героев» для ветеранов и участников СВО. Смотрю на этих мужественных людей, порой совсем молодых ребят, и вот без всякого преувеличения могу сказать, сердце наполняется гордостью за наших людей, за наш народ и за конкретно этих людей. Такие, безусловно, не отступят, не отступят, не подведут и не предадут. А это уже само онлайн-тестирование. Оно состоит из нескольких этапов. Наш земляк с ним справляется быстро. Тимирлан намерен вступить в высшую школу государственного управления при президенте страны. Сейчас военнослужащий находится в зоне СВО. В Москве удачно оказался в период командировки. Верховный главнокомандующий не раз говорил о том, что элита действительно будет сформирована из этих ребят, что, на мой взгляд, очень-очень верное решение. Далеко ходить не нужно. У нас есть примеры. Возьмем главу нашей республики Сергея Алимовича Меликова. В свое время он как боевой офицер отстаивал интересы в борьбе с терроризмом непосредственно нашей республики и всего Северного Кавказа. Так что я думаю, что этот проект в будущем раскроет много управленцев. Тот опыт, полученный на СВО, он очень-очень поможет в обычной мирной жизни. Стратегические решения командир принимает, что называется, на ходу. От этого во многом зависит исход операции. Навыки, полученные в бою – это хороший опыт коммуникации с людьми. Бойцам можно и нужно доверить ведущей позиции в системе образования, общественных объединениях, в госкомпаниях, бизнесе, государственном и муниципальном управлении, возглавлять регионы, предприятия и самые крупные отечественные проекты. Всего за месяц по стране было подано свыше 44 тысяч заявок. Их принимали в электронном виде через официальный сайт «Время героев». Победители проекта по итогам тестирования станут известны в конце мая. А те, кто не успел, еще могут попасть на дополнительный отбор до конца года. Наших земляков ждут в филиале «Ранхикс» в Пятигорске. У нас большое количество дагестанцев принимает участие в этой программе. Это такие люди, как Наив Сипиханов. Он является заместительным руководителем администрации Главы Торисы. Участвует в этой программе федеральная Абдулла Магомедов, депутат Народного собрания, который находится в зоне специальной военной операции. Замир Гаджимурадов, также действующий участник СОО, занимает участие в федеральной программе. И герой Российской Федерации Тимрал Мадуталимов, также является участником этой программы. И я надеюсь, что ему дастся полностью раскрыть свой потенциал, реализовать себя на федеральном уровне. «Время героев» – это программа, рассчитанная на годы, имеет цели, ресурсы и потенциал, в том числе человеческий. Жизнь показала, самые искренние патриоты своей страны скромны и сдержаны, но именно они в переломные моменты становятся для нее щитом. 6 мая в Дагестане стартует республиканская акция «Знамя Победы». Акция проводится с 2022 года по инициативе главы Дагестана Сергея Алимовича Мерикова. Во всех городах и районах республики, а также регионах СКФО, пройдут массовые мероприятия. Авто- и мотопробеги, торжественное поднятие флага, развертывание масштабной копии «Знамени Победы», вывешивание флагов на фасадах зданий, размещение изображения знамени на автомобилях, тематические уроки в школах и многие другие активности. Присоединяйся к акции «Знамя Победы». Расскажи о подвигах своих родственников, которые принесли стране победу, выложи в сеть с хэштегом «Знамя Победы 05». Никто не забыл, ничто не забыто. Сегодня в нашей постоянной рубрике «Солдаты Победы» о ветеране Великой Отечественной войны Николая Васильевича Калуцком рассказывает методист культурно-образовательного отдела Дербенского музея-заповедника Галина Мурсалова. Николай Васильевич Калуцкий – командир батареи 1229-го гаубичного артиллерийского полка 65-й армии 2-го Белорусского фронта, капитан. Родился 19 февраля 1919 года на хуторе Пролетарский Краснодарского края в семье крестьянина. В 1937 году окончил железнодорожный техникум в городе Орженикидзе. Работал инструктором производственного обучения школы фабрично-заводского ученичества на станции Дербен в Дагестанской АССР. Призван из города Дербен в 1939 году на службу пограничных войск НКВД СССР. Начало Великой Отечественной войны встретил курсантом Новопетерговского военно-политического училища войск НКВД имени Ворошилова. В сентябре 1941 года Калуцкий воевал в составе 50-й стрелковой бригады. Он был политруком батареи отдельного минометного дивизиона, позднее командиром батареи. 28 января батарея Калуцкого вместе со стрелковым батальоном под огнем противника форсировала Вислу. А на рассвете фашисты открыли массированный артиллерийский огонь. Затем пошли танки с пехотой. К концу дня от батальона и батареи Калуцкого осталось 15 бойцов, и каждый из них ранен. В тот день, 29 января 1945 года, бойцы отважно отразили семь атак. Ждали восьмую. Командир стрелкового батальона вышел из строя. Калуцкий принял командование на себя. И снова танки. Оставалось вызвать огонь на себя. К утру следующего дня подошли главные силы 65-й армии. 15 погибших героев уложили в братскую могилу. Старшина шестой батареи пришел проститься со своим командиром. Опустился в могилу, прижался к груди Калуцкого. И, о чудо, капитан был жив. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 10 апреля 1945 года за образцовое выполнение боевых заданий, командование и проявленные при этом мужество и героизм капитану Калуцкому Николаю Васильевичу присвоено звание Героя Советского Союза. После окончания Великой Отечественной войны он продолжал службу в армии. И с 1957 года полковник Калуцкий в запасе. После увольнения из армии он долгие годы работал в квартирно-эксплуатационной службе Министерства обороны Советского Союза. Жил в Москве. Умер 28 апреля 2002 года. Похоронен в Москве на Преображенском кладбище. Участвовал в парадах победы 1945-1995 годов. Почетный гражданин города Дербент. Продолжаем выпуск. Захоронения возрастом до 4000 лет найдены на Валакском районе во время строительства дороги. В селе Новомихельта уже начались археологические раскопки. На месте работают специалисты из Москвы, Махачкалы и Волгограда. С подробностями Алина Олегберова. Эту дорогу строят в обход Хасавюрту. В зоне ремонтных работ попал и курган. Он был сооружен по предварительным данным 4000 лет назад. Одно из первых предположений на месте – это традиционное захоронение, так как позы скелетов естественны именно для ритуального погребения. В центре находится главное захоронение, над которым возводилась первоначальная насыпь могильника. Очень достаточно сложная конструкция, хотя не уникальная, потому что подобные объекты уже встречались здесь в придворной зоне. Центральная яма, деревянные какие-то плахи и каменные конструкции. Что они из себя представляли, пока не ясно, потому что это требует целиком обследования центральной части, зачистки всей площади. А спустя 2000 лет примерно этот курган стал использоваться в качестве кладбища кочевниками с армадского времени, примерно во II-I веке до новой эры. Археологическая группа работает уже несколько дней. В операции задействованы как дагестанские, так и приглашенные из других городов ученые. Найдено 4 скелета, 3 из которых ученые передали антропологам. Найденный материал специалисты будут обрабатывать год. В лабораторных условиях будут раскрывать детали загадочного захоронения. Процесс предстоит нелегкий. Одна из проблем – погодные условия. Дождь не друг археолога, как говорят сами специалисты. Он превращает землю в грязь, затрудняя работу. Но никакие погодные условия не смогут помешать работе Дибирали Хазамова. Это его любимое дело. Любая деталь в найденных останках имеет свое особое значение, признается археолог. Например, этот, предположительно, женский скелет возрастом более 2000 лет. Она лежит на спине, скрестив руки. У ее изголовья и в ногах погребальный инвентарь, миски и кувшины с едой. Это погребение, вот поза его, вот смотри, у него руки вот так лежат. Обычно бывают вытянутые, по-разному бывает. Сопоставить это с чем-то. Откуда это? Почему? Одного вот так, а другого вот так. Это же интересно. Почему у одного в голове три кувшины, у ногах два кувшина, а у вчера всего ни одного не было? На месте кургана полным ходом идет настоящая археологическая операция. Находят и полностью разрушенные, и даже детские погребения. Найденные человеческие скелеты относят к раннесарманскому времени. На этом работа археологов не завершилась. Впереди может быть гораздо больше открытий. Судебные приставы Дагестана взыскали алименты на сумму свыше 250 тысяч рублей после ареста транспорта должника. Только страх оказаться без своего любимого средства передвижения заставил мужчину исполнить родительский долг. 43-летний житель Махачкалы после расторжения брака забыл не только бывшую супругу, но и своих несовершеннолетних детей. Согласно решению суда, он должен был выплачивать на содержание дочерей 14-16 лет 40% от прожиточного минимума. Однако гражданин проигнорировал данное требование. Несмотря на то, что судебный пристав ограничил ему выезд из страны и запретил совершать регистрационные действия с имуществом, мужчина не спешил с выплатой долга. В конце-то концов, действенным аргументом стал арест имущества неплательщика. Как только гражданин понял, что может остаться без своего любимого автомобиля, в кратчайший срок изыскал необходимую сумму, говорится в сообщении Пресс-службы в Республиканском управлении судебных приставов. В продолжении выпуска наша постоянная рубрика «Здоровье». Сегодня сердечно-сосудистые заболевания являются основной причиной смерти и инвалидизации населения во всем мире. И потому профилактике заболеваний сердца и кровеносных сосудов нужно уделять особое внимание. Послушайте рекомендации терапевта Республиканской больницы восстановительного лечения Насирой Мерзобековой. По статистике, половина всех смертей происходит по причине патологии сердца и сосудов, поэтому так важна профилактика сердечно-сосудистых заболеваний. Кроме того, актуальность проблемы заключается еще и в том, что заболевания сердечно-сосудистой системы стремительно молодеют, а значит опасности от смерти и инсультов, и ишемии сердца становятся подвержены не только пожилые люди, но и люди, которые еще не достигли пенсионного возраста. Основные меры по профилактике сердечно-сосудистых заболеваний. Первое – это здоровое питание. Оно подразумевает сокращение в ежедневном рационе жирных и жареных блюд, кондитерских жиров, кофеина, соли, сахара, ведение морской рыбы, мяса и птицы нежирных сортов, бобово-цельнозерновых круп. Важно увеличить в рационе питания количество овощей, фруктов и ягод в объеме не менее 400 грамм ежедневно. Второе – это борьба с лишним весом. Все люди должны следить за своим весом, при его повышении необходимо соблюдать низкокалорийную диету и заниматься физкультурой. Третье – борьба с гиподинамией. Пешие прогулки на свежем воздухе в течение не менее 30 минут ежедневно, занятия спортом и физкультурой с адекватной нагрузкой, отказ от частого использования автомобиля или лифта – все это снижает риск развития патологий сердца и сосудов. Четвертое – это отказ от вредных привычек. Подразумевает самостоятельный отказ от курения, алкоголя, наркотиков или избавление от этих пагубных зависимости при помощи специального лечения. Следующая – борьба со стрессом. Умение адекватно реагировать на мелкие неурядицы, правильный режим работы и отдыха, нормальный сон – все эти меры позволяют уменьшать количество стрессовых ситуаций. Следующая – самоконтроль АД и своевременное его снижение. Подразумевает регулярное изменение АД при возникновении тревожных симптомов систематический прием назначенных врачом лекарственных препаратов. В норме АД не должно превышать 140 на 90 мм ртутного столба. Следующее – это систематическое профилактическое обследование. Людям, находящимся в группе риска по развитию патологии сердца и сосудов или отмечающим повышение показателей АД при самостоятельном его измерении, необходимо своевременно посещать врача, выполнять его рекомендации и проводить профилактические обследования. Это измерение АД, пульса, ЭКГ, УЗИ сердца и других анализов крови. Следующий – регулярный контроль уровня холестерина в крови. Все люди старше 30 лет должны ежегодно сдавать анализы для определения уровня холестерина в крови. Максимально допустимый уровень холестерина в крови – 5 ммл. Регулярный контроль уровня сахара в крови. Людям после 40-45 лет следует сдавать анализ крови на сахар ежегодно. Максимально допустимый уровень сахара в крови – 6,1 ммл. И последний – это прием лекарственных препаратов. Подразумевает прием назначенных кардиологом лекарственных средств тем людям, которые находятся в группе риска по развитию патологии сердца и сосудов. Нужна ли профилактика заболеваний сердечно-сосудистой системы из-за болезни сердца? Как таковых – нет. На самом деле профилактика сердечно-сосудистых заболеваний нужна всегда, поскольку болезнь предупредить легче, чем лечить последствия. Особенно предупреждение заболеваний сердца и сосудов, важных для людей, у которых имеются определенные состояния организма, которые предшествуют заболевания. По сообщению Дагестанского гидромедцентра в ближайшие сутки по районам республики ожидается Местами небольшой и умеренный дождь, гроза. Ветер северо-восточный – 7,12 м в секунду. Температура воздуха ночью 10-15, днем 17-22 градуса тепла. По горным районам ночью 3-8, местами до 13 градусов. Днем 10-15, местами до 20 градусов тепла. Сегодня в 13 часов в Махачкале температура воздуха была 17 градусов. Давление 756 мм ртутного столба. Влажность 67%. В ближайшие сутки в Махачкале ожидается без существенных осадков. Ветер северо-восточный – 3,8 м в секунду. Температура воздуха ночью 11-13, днем 18-20 градусов тепла. Вода в море – 17 градусов. Наш выпуск подошел к концу. Редактор Шарипат Шульгина, звукорежиссер Мумината Алиева и я, Имара Багирова, прощаемся с вами с пожеланием здоровья и удачи во всем. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова